91-я гимназия считается одним из лучших учебных заведений города. Ее преподавателями гордится весь Кривой Рог, ведь ее ученики то и дело побеждают в различных конкурсах и олимпиадах. Единственное, что доставляет неприятность – аварийное крыльцо пристройки. Объектом никто не пользуется уже 27 лет, но детям очень нравится играть на нем в теплое время года. По этому крыльцу и по второму, с пристроечной стороны, всегда бегают дети. Всегда. Я просто боюсь, что повторится история с той школой. Что, упаси Боже, фундамент отойдет и в какой-то момент какая-то из этих плит упадет. И если это упадет, я не хочу, чтобы Кривой Рог был в новостях так, как вот этот город под Киевом, когда рухнула стена. Действительно, 11 октября 2016 года в Василькове Киевской области произошло обрушение перекрытия нескольких этажей школы. К счастью, тогда обошлось без жертв. Учеников немедленно эвакуировали. Да, горе. Директор сказал, что быстро выходите на улицу. А мы да. Чтобы избежать подобной ситуации, родственники учеников начали бить тревогу. В школе этим горе-крыльцом занимается уже с 2013 года. Пишут письма и обращаются в Саксаганский отдел образования. Регулярно объект обносят аварийной лентой. Но это останавливает подростков всего на несколько дней. Крыльцо, конечно, у нас требует ремонта. В 2013 году была экспертная комиссия, которая составила акт о том, что нужно сделать ремонт. Мы стараемся каким-то образом детей от этого входа огораживать. Здесь у нас вход не функционирующий. У нас есть центральный вход в Криворужской гимназии. Поэтому проблема эта есть и на данный момент она не решена. Размеры трещины ежегодно оценивают эксперты и ставят специальные маячки. Они показывают, крыльцо действительно ползет и тянет за собой стенку. В 2015 году последнее заключение говорит о том, что действительно есть движение стены. Оно есть активное. Значит, трещины увеличиваются. Потому на данный момент нам подготовлено письмо на управление образованием городского совета, в котором мы говорим о том, что есть такая проблема. И просим выполнить проектно-кошторочную документацию, рассмотреть возможность выделения средств на проектно-кошторочную документацию, на геологические исследования. Все акты и экспертные оценки в ближайшее время передадут в Горсовет. По предварительной оценке, только создание проекта ремонта 91-й гимназии будет стоить более 100 тысяч гривен. Инна Данчина, Евгений Анистрат, Первый городской.